Всем привет! Ребята, меня зовут Карина Аракелян, и я очень рада вновь без ногтей приветствовать тебя на моем канале. Ну, наверное, без ногтей это еще впервые, но зато давно не было роликов с Полинкой у меня на канале. Сегодня мы подготовили для вас офигенский видос и хотели его снять очень-очень давно. Почему? Потому что я Полине ни разу не показывала еще свой личный дневник. Полинка смотрит только развлекательные какие-то видео на моем канале достаточно часто. Подвижные влоги, переписки, а вот где я читала свой личный дневник, Полина видео еще не смотрела. Поэтому сегодня я хочу прочитать ей этот личный дневник, вообще показать ей всякие личные штучки, которые я туда записывала. И вообще сегодня вы сможете увидеть Полинину реакцию. Я помню, Карина в 12 лет в моем возрасте приходила со школы, садилась и писала в личный дневник, что у нее сегодня произошло, что случилось, и вклеивала туда еще чайные пакетики, помню. Ужас, короче. Да, я любила в начальной школе переписываться именно в личном дневнике с мальчиками. Я вам еще не зачитывала эти переписки, но хочу сегодня зачитать еще даже перед Полиной. Мы сидели во время урока с мальчиком, и просто я писала какой-то вопрос, передавала ему личный дневник, он отвечал на него, передавал мне, и в общем мы вот так вот переписывались. А ты не боялась, что он прочитает все в личном дневнике? Ну я там, знаешь, ничего такого особо личного не записывала, поэтому сегодня посмотрим, что же такое интересное я записывала в дневник. Посмотрим на реакцию Полинки, не забывайте подписываться на мой канал, если же вы до сих пор этого не сделали, потому что не подписавшись, вы пропустите очень много всего интересного и будете натыкаться на мои видео еще не один раз. Нажимайте на колокольчик, чтобы смотреть мои ролики первыми и не пропускать премьеры. Но мы можем начинать, поехали! В общем, вот так вот выглядит мой личный дневник, и я вам советую посмотреть по ссылочке ниже в описании вообще сам ролик, где я читаю все, что в моем личном дневнике. Да-да, он уже потребанный жизнью, обложка отваливается, но я уберу эту обложечку сейчас, чтобы она нам не мешала. Я помню, я попросила своего папу еще в киоске купить эту тетрадку, я говорю, пап, именно тетрадка, чтобы была на 96 листов. И я так обрадовалась, когда у меня в комнате оказалась обложка, которая подошла идеально именно под эту тетрадь. И я ее обклеила еще наклейками, которые шли в подарок какому-то журналу. И, в общем, вот так вот у меня все и сохранилось. Из-за того, что, видишь, Полина, очень тяжелый личный дневник, обложка просто не выдержала и порвалась. Я еще смотрю, ты вклеивала листы. Я не вклеивала листы, а просто один раз вклеила туда какой-то бредовый журнал, когда я купила себе какие-то колготки. И все, и тупо журнал с рекламой всяких колготок, носков. Да, делать было нечего. Дело было вечером. В общем, сейчас мы с тобой, Полина, прочитаем коротенькую переписку с мальчиком. Хотя, слушай, не такая уж она и коротенькая. Я, чтобы вы понимали, ребята, ни разу не читала личный дневник Карины, потому что мы хотели снять это видео, и она мне все время запрещала, говорила, что когда мы снимем это видео, будет неинтересно и так далее. И, наконец-то, я дождалась, когда мы снимаем это видео. Да, поэтому сейчас я прочитаю ту самую переписку. Я, кстати, в начальной школе, а именно в четвертом классе была эта переписка в личном дневнике, не могла определиться вообще, кто мне нравится. Мне был симпатичен то один мальчик, то второй мальчик, то третий мальчик, с которым я сидела. И, в общем, я просто выбирала, с кем все-таки лучше иметь какие-либо взаимоотношения теплые. Поэтому сейчас я тебе прочитаю. Итак, предыстория. Я скоро перейду в пятый класс. Есть одно но. Примут ли они меня? Или будут обижать, чморить и так далее? Я тогда жестко зависела от слова чморить. Это, знаете, просто вот, ну, это было жесткое слово. Вообще, Полин, как ты? Ребят, я только что поняла, что это было вообще. Типа, это сколько тебе было, получается, лет 11-10? Примерно твой возраст, да. Я думала, ты старше была, когда вела. Я думала, тебе было лет 12-13, когда ты вела. Ну, слушай, мне тоже кажется, что это произошло совсем недавно. Кстати, буквально несколько дней назад я смотрела, как Полина делает уроки. Я офигела от того, какой сейчас у Полины аккуратненький, красивый почерк. Просто, знаете, я помню, когда она еще перешла, точнее, только пошла в первый класс, и я смотрела и понимала, что да, ребенок только учится писать. А сейчас... Ну, конечно. Сейчас я офигеваю от того, насколько быстро летит время. Ребят, мне кажется, что этот личный дневник я заполняла буквально вчера. Но не может быть так. Ну, не может так быстро лететь время. Ну, это капец просто. Я очень волнуюсь, ведь осталась неделя до окончания четвертого класса. Итак, переписка с Кириллом. Внимание, ты хочешь, чтобы я тебя поцеловала в последний день? И я даю ему окошечко такое, чтобы он подписал, хочет или не хочет. Он пишет, нет. И я простым карандашом такая подписываю. Наглый. Дальше. Ну, есть немного. Я пишу, во, пошло-поехало. То есть ты хочешь... Опять окошко. Он такой, нет. Я говорю, почему? Он говорит, я тебя не люблю на сто процентов. У нас в школе, короче, блин, чтобы ты понимала, был раньше такой мем. Мы спрашивали у всех парней, которые нам симпатичны, не только с моей лучшей подругой, но и всей компанией девочек, да, нашим классом, кто кого на сколько процентов любит. То есть кто-то говорил там, вот, например, на 80 процентов, это значит не полностью, это значит нужно еще постараться, поприходить красивенькой в школу. Значит, он тебя полюбит уже на соточку процентов. И вот тут как бы Кирилл написал, что он меня любит не на 100 процентов, поэтому читаю дальше. Что за бред? Самый настоящий бред. Посмотрите вперед на этот вопрос. Обнять-то можно? Нельзя. Офигиньте, как я навязывалась, ребят, это полный капец. Он пишет, да, а ходить с тобой нет, я говорю, ок. Блин, зачем ты так себя вела? Слушай, Полин, я не знаю, просто, ну как бы я считала, что это нормально, когда ты вот так вот навязываешься к мальчику. Блин, мне тебя жалко. Да почему жалко? Мне толком-то и не был симпатичен этот мальчик, просто мы как бы с ним постоянно над всякой фигней горали. Дальше он такой, ну ок, так ок. Я говорю, как мне стыдно. Я написала, как скажешь же, Зая. Как скажешь, Зая. Полин, мне так стыдно. Все, ребят, давайте закончим это видео. Дальше. Он уже даже на это мне не ответил, я ему передала, он такой обратно передает. Господи, ты заколебала, да, я помню, как будто бы это было вчера. Я ему еще один вопрос задаю. А ты в кино со мной сядешь? Он такой, да, наверное. А можно там тебя за руки взять? Что за домельчайся в деталях? Слушай, мне кажется, эту переписку надо поменять местами. Если бы мальчик это писал, было бы нормально, согласись? Так бы еще сценарий написала. Смотри, мы сейчас придем, сядем, мы купим попкорн, можно будет тебя взять за руку. Потом я испугаюсь, потом так далее, так далее. Написала. Потом я встану, а в туалет ты меня отпустишь? Дальше я пишу. Ок, ты зая. Он пишет. Бывает иногда. Я говорю, ага. И тут я весь урок потом дальше тупо сидела и думала, как же его удивить? Раз он на какие-то мои вопросы толком не отвечает, как-то меня игнорирует, почему бы тогда не взять какую-нибудь красивую тетрадку, не вырезать оттуда обложку с собакой? Кстати, я мечтала о такой пародии, сейчас я вам покажу. И подписать, что это он. В общем, как вы думаете, что я сделала? Смотри, Полин, вот тут вот наша переписка. Я взяла, ребят, и тупо вырезала из красивой тетрадки ёкшельского терьера в красивой одежке и подписала. Это ты! Чтобы вы понимали, да, ребят, насколько все запущено, он знатно прифигел, потому что, ну, что за бред, нафига я вообще это делаю? Посмотрите на Полинино лицо, ребенок охеревает. Бедная Полина, скажи, ну и поколение у тебя было. У меня нет. Нормально, да? Ну-ка, алисни страничку и попробуй прочитать переписку дальше. Все, можно не читать, да? Давай ты. Ладно, давай, итак. Я тебя люблю. Поверь мне, я на выпускной приду секси. Прикинь, чем я думала. Ты прикинь, вот сейчас бы ты так написала какому-нибудь мальчику. О, Боже мой. Через личный дневник он пишет. Я верю. Я пишу. Верь. Он пишет. Ну и буду. Я говорю. Ты зая. Он говорит. Я знаю. Я говорю. Что я сразу не полюбила тебя? Он пишет. Я не знаю. Я пишу. Я тебя хочу. Кто пишет? Я пишу. Я тебя хочу. Смотри. У меня... Видишь, я написала я тебя хочу. И именно слово хочу я зачеркнула. И написала в кавычках и точечками внизу. Зачем? Просто, чтобы он не подумал, что я даун какой-то недоразвитый. Потому что я пишу вот такой вот дебилизм. А зачем вообще писать это? Я не знаю. Потому что я уже хотела, чтобы в школе все увидели, что у меня есть роман с каким-то мальчиком. А, только то есть ради этого, да? И он пишет. Сейчас поржешь, капец. Напиши мне что-то приятное. Это я ему пишу. И он такой. Дашь списать окр мир. Ты прикинь? Я говорю ок. И я пишу. Мне Алиса даст, а ты у нее. Он говорит. Хорошо. Я говорю. Плохо. Я пишу. Здорово. Он пишет. Как дела? Я говорю. В задницу все. И на этом закончилась наша переписка. Давай, Полиночка, ее с тобой обсудим. Я, конечно, понимаю, что разное поколение, разные люди, разное поведение. Просто, блин, я себя так не вела. Но понимаете, ребят, что я вам скажу? Если бы у меня была старшая сестра, и она бы уже прошла через этот весь движ, мне кажется, я бы вела себя по-другому. Потому что Полина, я ей постоянно говорю, Полин, вот так делать не надо, вот так делать надо. Или же ребенок младший, хотите сказать, не смотрит на мое поведение и не ведет себя подобающе. Полинка иногда, естественно, обращает внимание на то, как я себя веду, потому что она младшая, она пытается взять еще какие-то привычки от меня, возможно. Карина, я сейчас предлагаю, что я наугад открою страницу и сама прочитаю, что там будет. Давай. Закрытыми глазами открываю рандомную страницу. Тут всякие распечатки. Тут, в принципе, ничего такого интересного. Показываю вам, ребятки, эту страницу. Тут всякие вырезки из журнала. Давай на следующую. Следующие тоже вырезки. Всякие титьки, лифчики. Боже, кори. Давай я лучше прочитаю следующую интересную тебе историю. Мне, в общем, нравился мальчик. Этого мальчика звали Никита. Он мне очень нравился, он тоже был хулиганом. И как раз-таки этот Кирилл с Никитой, они были близкими друзьями. И, короче, этот мальчик нравился большинству девочек из нашего класса. И я была прям у него по уши якобы влюблена в начальной школе. Ну, естественно, там в шутку было, просто нечем заняться. И я поняла, что он ко мне неуважительно относится, ведет себя как-то не очень. И я написала, вырвала из своего маленького блокнотика листы и написала ему длинное письмо, которое положила ему в шкафчик, где мы обычно переодевались, и ждала от него ответа. Потом он это все положил мне обратно и подписал на каждое мое какое-либо выражение маленький ответ. Сейчас я вам покажу, что я ему писала, что я ему положила в шкафчик и вообще, что за стыдоба это была. Можете, ребят, посмотреть. Вот такой вот у меня был маленький блокнотик. Я все эти листочки, все сообщения, которые я ему писала, вклеила. Вот еще. Монстр Хай, да, я тогда в начальной школе дико обожала Монстр Хай. Поэтому сейчас я вам прочитаю. Итак, мое письмо мальчику, которое мне нравилось. Четвертый класс, 1 апреля 2014 года. Я писала от другого лица и потом просто, как я вам уже говорила, положила ему это в шкафчик. Я пыталась добиться Никиту со второго класса, а он на меня внимания не обращал. Сейчас я на него обиделась и он говорит, что я ему нравлюсь, а я ему совсем не верю, потому что он постоянно влюбляется в разных девочек. Так что, Никита, если ты это читаешь, то напиши в квадратике, на сколько процентов ты меня любишь. Да, я вам говорила. Помните про эту штуку? Я написала 100, равно и квадратик. Он сначала простым карандашом написал 20%. Серьезно? Видишь простой карандаш? А я потом ручкой написала 80, чтобы подружкам показывать. И дальше я пишу. Теперь я напишу, потому что нельзя оскорблять девочек, которые тебе нравятся. И ты должен сказать, почему ты стесняешься говорить, что я тебе нравлюсь, если это так вообще. Нет тебе прощения. Про знаки припинания, Полина, я вообще молчу. Они тут отсутствуют. Просто нет. Ну-ка попробуй, дальше сама прочитай. Я хочу в последний день, чтобы поцеловать тебя, но боюсь, потому что я не знаю, как ты... Отреагируешь без мягкого знака. Оттолкнешь, обидишься, накричишь, удивишься. Но пойми, я тебя всегда буду любить. Итак, стоп. Почему тут написано несколько вариантов? Оттолкнешь, обидишься, накричишь, удивишься. Он должен был обвести в кругляшок, что он сделает. Он обвел, что он удивится. А вдруг ты купишь новый телефон, а номера у меня не будет, и мы не сможем поговорить. То, что я ревную, когда к тебе лезут девочки, в скобочках любые. Конечно, когда ты это прочитаешь, ты можешь. Смеяться, грустить, злиться, не знаю. Ты меня всегда оскорбляешь, оскорбляешь. Он зачеркнул, написал нет. Обвел, грустишь. Ты даже не знаешь, что такое любовь. Это подарки, приглашения куда-нибудь. Ходить за руки. Эх. И дальше. Боже, ребят, мне так стыдно. Представляете, я это реально писала в начальной школе мальчику с такими агроматическими ошибками. Но это самая настоящая стыдоба. Мне очень неловко. У меня слов нет. Итак, ну, Полина, понятно. Можно я попробую? Давай. Ты меня обзываешь толстой. Когда я спрашиваю при людях, любишь ли ты меня, ты отвечаешь нет. Так нельзя. Ты же не стесняешься говорить всем, что ты любишь маму, Алису, Марину. Нет, нет, нет. Если это будет продолжаться, то я не буду с тобой разговаривать. Насмотр... Чего? Посмотрим, как ты отреагируешь, если я буду лезть к Кириллу. Проси, конечно, но с меня хватит. Ты меня используешь из-за телефона, из-за того, чтобы я к тебе лезла. Каждый знает, есть в классе пара. Алиса, Ян, Влада, Данил, а я... Блин, ребята! Дай, 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 дай. Погоди, стой, стой, это он пишет уже. Ага. Прости, я все осознал и сделал выводы. Но и ты меня пойми. Пойми. Мне никогда... Мне некогда ходить на свидание, но я очень хочу. И дальше он написал тоже. У меня каждый день тренировки в самый последний день будет сюрприз. Жди. Я тоже буду любить тебя всегда. В пятом классе будет все, что ты хотела. Понимаете, да? Он ничего мне не подарил. Он ничего не сделал. И прикол в том, что дальше я уже в другой день абсолютно, прочитав вот это, я радовалась, естественно. И дальше я написала. Эх, ты врун, урод, ты мне не нужен. Иди в жопу. Фу. Как тебе такие любовные истории, Полин? Это нужно какой-то сериал снимать, знаешь? И знаешь, Полин, что я тебе скажу? Очень даже хорошо, что присутствуют какие-то такие моменты, которые я могу перечитывать, типа смотреть на них там как-то, вспоминать, читать своей аудитории, чтобы зрители сейчас тоже сидели и угорали. Но это трэш, потому что я реально была вот, ну, в твоем возрасте, Полин, не такой, типа, я была ребеночком, которому было интересно там познакомиться с какими-то мальчиками, я училась не особо хорошо. А у тебя, Полин, присутствуют какие-то такие моменты? Нет. С мальчиками, понимаете, ребят, у Полинки-то еще ничего такого не было, она ни с кем толком не переписывалась, то есть у нас все по-разному. В ее возрасте у меня вот, тут есть огромная книга, которую мы еще с Полиной обязательно прочитаем. Просто смотри, Карин, у тебя был период того, что ты дружилась с девочками, и, конечно, тебе было интересно, там, мальчики, там, вот это все. А у меня все окружение практически это мальчики, мне, типа, просто вот как с девочкой, то же самое. Даже когда к Полине подкатывают какие-то мальчики или же проявляют симпатию, Полина не воспринимает это всерьез, потому что понимает, что она еще ребенок, правильно? Ну, в принципе, да, но тот, кто ко мне подкатывает, тоже ребенок, потому что... Ну, конечно, в принципе, взрослых у Полины в окружении таких прям 16-леток нет. Есть. Есть? Да. У меня практически все друзья такие, как ты, привет. Ты прикинь? Ребят, у Полины друзья мои сверстники, я вообще со своими сверстниками никогда не общалась, мне просто с ними, ну, не особо интересно, у меня все друзья, там, лет 20. А у меня тоже старшие друзья, то есть все говорят, что я веду себя как... Ну, повзрослее, ты явно не будешь переписана ты с мальчиком в начальной школе вот так вот. Ну, кстати, это был не твой возраст, ты в четвертом классе же была в прошлом году? Нет, в прошлом году, я сейчас в шестом. Прикиньте, как время летит, Полина уже в шестом классе, ребята! Ну да, это было два года назад, два года назад ты еще вполне себе могла такое писать, кстати. Ну, в принципе, нет, нет, не могла. Ну, слушай, два года назад ты еще прям таким ребеночком была, ладно, давай еще я прочитаю какую-то последнюю историю. У меня в личном дневнике очень много всего интересного, я хочу оставить на потом. Сейчас я найду еще что-нибудь. Я показывала это ребятам, у меня есть отдельный выпуск, обзор моего личного дневника. У меня была фотография вот такая вот, и я просто из журнала вырезала какое-то лицо, и вот так вот его к своему лицу. Нормально, красота. В общем-то, тут, знаешь, как таковых переписок нет, разве что только моя рука, которая была у меня в 11 лет. Офигеть, ты прикинь, какой я была маленькая. В общем, смотрите, вот моя рука, и вот рука, какая у меня была в 11 лет. Офигеть. Ну-ка прислони. Ой, такая же! Такая же, ребят, прикиньте! Блин, прикольно. Последнее, что я тебе прочитаю, раз мы сегодня с тобой обсуждаем тему влюбленности, такой вот а-ля любви в начальной школе. Все, что я писала про этого мальчика Никиту. Он иногда бывает злой, но мне это даже нравится. Он красивый, но это не важно, я влюбилась в него с первого взгляда, и мне насрать, есть у него кто-то или нет. Важно, что он со мной, он бабник, но я его очень люблю. Он просто гад, он бросил меня, и мне очень жаль. Мне нравится только он и больше не кто. Он, 10 троеточий, ну, то есть я, наверное, матерное слово хотела какое-то написать, но я все равно его очень люблю. Он мой и больше ничей, я не знаю, что мне делать. Люди, если вы это читаете, надеюсь, вы не подумаете, что я должна его бросить. Я не могу, я когда вижу его, я не знаю, как себя вести перед ним. Он очень красивый, мне плохо, когда кто-то говорит, что я ему не нужна. Это не так. Боже мой. И что ты скажешь по поводу вот таких вот прекрасных любовных переписочек в моем личном дневнике? Просто я тебе, я хочу спросить, что... Нормально это? У тебя есть мозги, ты хочешь спросить? Нет, я... Карина, единственное, я хочу у тебя спросить, что у тебя дальше закрутилось с этим мальчиком? Ты его бросила, там, перестала общаться, что там? Ну, знаешь, что я тебе скажу? С Кириллом мы прекратили общение, потому что он в четвертом классе, как раз-таки через месяц после вот этой переписки, сломал себе ногу. И он перестал ходить в школу, у него что-то там случилось со здоровьем, и после этого мы с ним ни разу не виделись. Только, наверное, в классе шестом, когда я уже заканчивала школу и собиралась переехать в Москву, но мы уже никак не контактировали и не общались. А вот Никита у нас был, я помню, выпускной в какой-то кафешке, да, я реально пришла красивой, но мы после этого с ним не общались. Я боялась подойти, он боялся подойти, и, в принципе, мы на этом закончили полностью все наше общение. Такие ваши планы, конечно, я тебя поцелую, а к нему приду с секси. Да, и понимаешь, все, вот так вот все и закончилось, в принципе. Вот так вот и бывает в детстве, когда ты просто там строишь какие-то планы на мальчика и воспринимаешь его а-ля серьезно, и думаешь, что вот она настоящая любовь, а на самом деле далеко не так. Именно поэтому, ребятки, я хочу вам сказать, не акцентируйте внимание на этом, и в любом случае храните памятные вещи, храните личные дневники, записывайте все, чтобы в будущем это все перечитывать и улыбаться. Ну я, ребята, была в восторге, мне одновременно я словила кринж, у меня было очень смешно. Я соболезную Карине, и втихаря я прочитаю Карине дневник. Ты что, офигела? Нет, давайте, ребятки, если это видео наберет 55 тысяч лайков, то мы с Полинкой снимаем вторую часть, где я читаю такие любовные переписки, потому что там у меня их еще предостаточно. Ну а с вами была Карина Аркелян и Полина Аркелян. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok